Здравствуй, Стокгольм. Вот этот большой остров впереди, это островок называется Гамбластан. Самый центр города. Стокгольм начинался именно из этого острова. Привет, друзья! Я в Стокгольме, Швеция. Думаю, большинство наших подписчиков не отказались бы зарабатывать 15, 20, 30 тысяч евро и больше. Друзья, готовим целый плейлист о том, как устроиться на работу трак-драйвера в Евросоюзе, в Германии, в Швеции, в Чехии и Порше. Вот один минус Европы. 10 вечера и все закрыто. Даже заправка. Вот после Москвы это, конечно, выглядит дико. Я не могу купить нигде воды. Все везде закрыто вокруг. Прага-9. Такая вот квартира. На этой квартире можно зарабатывать 500 евро в месяц спокойно. Ребята уже уехали. Интересный нарядный бизнес в Праге. Пишите нам в Директ. В Праге огромное количество строительных объектов, на которые вы можете попасть с польской компанией Жени. Что я точно не рекомендую делать, это ехать с польской визой и искать работу в Чехии. К нам уже неоднократно подходили друзья из СНГ, которые хотят, чтобы им помогли, но при этом у них только польская виза. Прямого контракта получить нельзя. Друзья, всем привет. Я в аэропорту в Праге. Лечу в Стокгольме через 40 минут. Обещаю много видео, репортажей, интервью людей, которые ехали в Швецию и работают на высокооплачиваемых профессиях. Благодаря БМЖ Польша, рабочей визе Польши. Ждите нового интервью. Я бегу в самолет. Сейчас вам покажу самое любимое место российских туристов. Здесь возвращают такс-фри. Сначала в таможню ставите печать, а потом вот туда оранжевые окошечки. И вам возвращаются налог. Но не только российских. Вот китайцы, по-моему. В общем, здесь вам возвратят ваши денежки. Сейчас для справки. Билет из Праги до Стокгольма. Чешская авиалиния. Обошелся мне в 27 евро. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok